Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за приглашение организаторов конференции. Я надеюсь продемонстрировать современное ведение функционального состояния зонулы в связке хрусталика, который ведет в механизме аккомодации. Я являюсь консультантом группы Ice Vision. Результаты исследования функциональной анатомии зонулы были представлены на Американском конгрессе катарактальных и рефракционных хирургов в рамках разработки новых проектов по коррекции пресс-биопии и вызвали широкий резонанс в офтальмологических кругах. С разрешения издания iWorld представлен фрагмент интервью с профессором Голдбергом. Журналист. Я был впечатлен исследованием функциональной деятельности связки хрусталика. Это просто невероятно, что в зону ли выявлены различные компоненты с разным расположением и выполняющие совершенно различные функции? Действительно, при анализе анатомии выявлено 6 направлений действия отдельных компонентов связки хрусталика. Так установлены передняя зонула – это 2-3 отдельных подразделения волокон, расположенных наиболее кпереди. В компьютерной анимационной модели аккомодации глаза они обозначены синим цветом. Передняя витриальная зонула обозначена желтым цветом. Средняя витриальная зонула обозначена красным цветом. Задняя витриальная зонула обозначена серым цветом. Парспляна зонула обозначена зеленым цветом. Экваториальная зонула с задним прикреплением к хрусталику обозначена пурпурным цветом. Природа связки хрусталика впервые была описана цином в 1753 году. Однако он полагал, что зонула является неэластичным элементом, являясь частью стекловидного тела. Намного позднее, в 1954 году, Маккалах описал анатомию прикрепления связки в соотношении ее с окружающими структурами. Как место прикрепления зонула была описана ора сирата. Также было представлено, как зонула проходит через цилиарное сплетение со множеством фибрил, прикрепляющиеся к цилиарной ямке, и другие волокна, проходящие через цилиарные ямки и выходящие кпереди от ресничного сплетения, где появляется передняя зона и разделяется на передние и задние подразделения, прикрепляющиеся спереди и сзади от экваториальной части хрусталика. При этом экваториальные волокна были отмечены как нерегулярные, пересекающиеся волокна были также задокументированы, однако витриальных волокон не было выявлено. Веслоки в 1952 году и Волензак в 1965 провели гистохимический анализ и показали, что зонулы не являются производными стекловидного тела, это не коллаген и не эластин. Стритон установил, что зонулярные волокна состоят из микротубулярных фибрил, образующие простые скопления с признаками как микро- так и макропериодичности, имеют диаметр 10-12 нанометров и состоят из гликопротеинов. Буш с авторами в 2007 году установили, что зонула состоит из фибриллина, эластина, протеогликанов, которые вместе обеспечивают реологические свойства зонулярных фибрил, включая вискоэластичность и предел прочности. И они же отвечают за возрастные и патологические отклонения. Йоханн Роэн в 1979 году с помощью сканирующей электронной микроскопии установил, что циновая связка крепится к цилиарной мышце в виде так называемых зонулярных вилок, что существуют дополнительные натяжные волокна, а также было выявлено, что некоторые волокна зонулы проходят через цилиарное тело без фиксации. Однако изучение анатомии витриальных зонул не было сделано, так как при удалении геолоидной мембраны наблюдалось схлопывание пространств, окружающих заднее волокна, и это препятствовало полному исследованию анатомии задней зонулы. Полученные данные несколько противоречили теоретическим представлениям об аккомодации глаза. При этом это были отдельные кусочки знаний, и было недостаточно понятно, как это работает в целом. Мы нуждались в перезагрузке нашего понимания об аккомодации глаза. Именно поэтому в последующие три десятилетия были проведены активные исследования аккомодации с применением гонио-видеорегистрации, ультразвуковой биомикроскопии и сделан целый ряд открытий. Во многом это связано с исследованиями американских и европейских ученых Крофт, Кауфмана, Лючин-Дреколь. Новые данные по анатомии ветриальных зонул пробили брешь в наших знаниях. Лючин-Дреколь с помощью сканирующей электронной микроскопии изучила три элемента задних занулярных волокон и их прикрепление к передней геалоидной мембране и ора-серата. В функциональном плане выявленная система ветриальных зонул может способствовать плавному переносу на хрусталик движущих сил аккомодации и дизаккомодации, создаваемых цилиарной мышцей, сохраняя при этом фокусировку зрения и защищая капсулу хрусталика и зубчатую часть сетчатки от резких тягловых сил. С целью демонстрации действия аккомодационных и дизаккомодационных движений была создана компьютерно-анимационная модель. Для построения компьютерной модели аккомодации были интегрированы все полученные ранее результаты исследований при жизненной аккомодации глаза. Модель базируется на современных данных ультразвуковой биомикроскопии, видеорегистрации, эндоскопии. Форма и модель глаза коррелируют с данными биометрии. И после построения модели стало отчетливо и ясно, что аккомодация и дизаккомодация это постоянный, непрерывающийся процесс движения. В 2011 году нами была представлена первая компьютерная модель аккомодации и предложена теория аккомодации как теория реципрокного занулярного действия. В 2015 году нами опубликована вторая версия компьютерной анимационной модели аккомодации. Эта модель показывает аккомодацию глаза у 25-летнего человека с величиной аккомодации 8 диоптрий и базируется на данных видеорегистрации и ультразвуковой биомикроскопии глаза в момент аккомодации. Главная идея этой модели это то, что задние зонулы эластично вплетаются в мембрану бруха хориидеи. В момент аккомодации целиарное тело сокращается, хрусталик становится более крупным, хориидея за счет эластичных соединений с ветриальными зонулами растягивается. В момент дизаккомодации целиарная мышца расслабляется, хрусталик уплощается, а хориидея сдвигается кзади. Мембрана бруха введена как новый анатомический элемент обеспечения дизаккомодации. Дизаккомодация происходит вследствие скрытой энергии эластического основания хориидеи, той самой мембраны бруха, которая тянет целиарное тело, передние зонулы и хрусталик в положение покоя. Эта эластичная структура окружает стекловидное тело и соответствует внутренней форме склеры в форме циркулярного пояса кзади от ора сирата. На данном видео вы видите глаз обезьяны. Видно, что движение целиарной мышцы, зону и эластичной мембраны происходит непрерывно. Это постоянное движение хориидеи сетчатки вместе с ней кпереди и кзади. Я разделил три группы зону, исходя из направленности их действия и функциональной анатомии. Первая группа это передняя зонула. В ней представлено несколько подгрупп волоком. Это передние и задние отростки, экваториальные и наиболее кпереди расположенные, которые фактически являются известной нам цинновой связкой. Передняя зонула отвечает за напряжение и расслабление капсулы хрусталика, участвуя в нейрологической обратной связи аккомодационного рефлекса вследствие изменения фокуса. С возрастом прикрепление передних зонул к хрусталику постепенно смещается к переди. Вторая группа зонулы это пересекающиеся зонулы. Служат колыбелью для хрусталика, отвечают за его форму и стабильность положения. Пересекающиеся зонулы предотвращают внешнее воздействие сил на хрусталик, удерживают хрусталик в передней геалоидной ямке подобно швартовым у корабля. Крепление радиальных волоканцелярной мышцы к склеральной шпоре в лимбе является дополнительными стабилизирующими элементами. Первичная функция пересекающейся зонул это поддержка хрусталика. Вторичная функция выполняется за счет передних витриальных зонул. Они выделены желтым цветом. Во время аккомодации напряжения целиарной мышцы происходит их ангулярная ротация, что довольно легко ведет к изменению формы хрусталика в момент аккомодации. Следует отметить, что в момент аккомодации передняя капсула хрусталика двигается кпереди, а задняя капсула – кзади. При этом связка вигера не позволяет сместиться хрусталика ни вперед, ни кзади, так как занимает идеальную позицию для стабилизации положения хрусталика. Вторая пересекающаяся зонула – это задняя витриальная зонула, представлена пурпурным цветом. Эта зонула крепится к экватору хрусталика и предотвращает смещение хрусталика вперед из-за воздействия внешних сил. Анатомия зонула сформирована таким образом, что также предотвращает смещение передней геолоидной мембраны стекловидного тела вперед между элементами зонулярного аппарата. Третья группа – это задние зонулы, включающие три направления действия. Срединные витриальные выделены красным цветом, задние витриальные зонулы выделены белым цветом, парасплианозонулы – зеленым цветом. Задние витриальные волокна заякорены в целиарном теле и прикрепляются напрямую к эластичной основе хориидеи и передают тензионное воздействие мембране бруха, предотвращая травматическое повреждение сетчатки. Во время аккомодации целиарная мышца сокращается, мембрана бруха растягивается и хориидеи вместе с сетчаткой смещается вперед. Когда целиарная мышца расслабляется, мембрана бруха сокращается и хориидеи вместе с сетчаткой сдвигается кзади. Данное видео показывает, что стекловидное тело выполняет роль пассивной поддержки, а не давление на хрусталик. И это особенно важно. Гидродинамика показывает, что стекловидное тело окружает хрусталик, двигается пассивно, а внутриглазная жидкость двигается по окружающим хрусталик камерам и частично вовнутрь стекловидного тела вследствие того, что во время аккомодации ортостатическое давление в центре стекловидного тела снижается. Аккомодационное движение переднего геолоида является минимальным и не оказывает никакого давления на хрусталик. Полученные данные определенно указывают, что теория Кулмана о повышении давления в стекловидном теле в момент аккомодации является в корне неверной. Анимационная модель демонстрирует, что во время аккомодации происходит движение всех элементов глаза хрусталика, целиарной мышцы, оросерата, хориидеи. При развитии пресс-биопии наблюдается уплотнение всех аккомодационных структур. Хрусталик уплотняется, склера становится ригидной, биомеханическое преобразование целиарной мышцы происходит менее выражено, а подвижность мембраны бруха и оросерата уменьшается. Заключение Функция зонулы является поддержка хрусталика и обеспечения аккомодации и дезаккомодации со стороны хрусталика. Волокна зонулы, состоящие из фибрелина, эластина и гликопротеина и протеугликанов, обеспечивают вискоэластичность и предел прочности. Механизм аккомодации это рецепрогное зонулярное взаимодействие. Исходя из структуры и функций, выделены три подразделения зонулы, включающие шесть направлений действия, передняя, пересекающаяся, задняя зонулы. Пересекающаяся зонула и связка вигера выполняет опорную и стабилизирующую положение хрусталика функции. Целлярная мышца является двигателем аккомодации. Эластичное основание хорииды и мембрана бруха является двигателем дезаккомодации. Спасибо за внимание.